Авиакатастрофы, изменившие историю воздухоплавания. 2 августа 1985 года началось в Далласе как солнечный день. Но после полудня погода изменилась. Над этим днём, которому предстояло стать чёрным днём авиации, сгустились грозовые тучи. Примерно в 6 часов Локи-300 авиакомпании «Дельта Эрлайнс» подлетел к международному аэропорту Даллас-Форт-Ворд. Экипаж переговаривался с авиариспетчерской службой. Гроза усиливалась, но не настолько, чтобы вызвать опасения. Там молния сверкнула. Где? Прямо перед нами. Они продолжали снижать. Набираем высоту, набираем высоту. Приготовиться к набору высоты. Самолёт зацепил крылом земли и вспыхнул. В трагическом крушении самолёта авиакомпании «Дельта Эрлайнс» погиб 131 человек. «Дельта-191» врезался в машину, упал на землю и загорелся. Выжили только 29 человек. Следователи Национального комитета по вопросам безопасности транспорта в Вашингтоне выехали в Даллас. Что Вы можете сообщить? Есть ли какие-нибудь первичные предположения, что могло произойти? И нет пока ничего. На данный момент мы знаем только, что самолёт упал во время снижения. И вот и всё. Что могло стать причиной крушения такого крупного авиалайнера? Следователи, в числе которых был Джон Ханнер Шмидт, тщательно изучили обломки. Были упомянуты погодные условия, гроза. И мне пришло в голову, что это должен быть ключевой фактор, приведший к катастрофе. Быстро были найдены бортовые регистраторы. Которые показали, что в течение нескольких секунд, предшествующих падению, пилот едва справлялся с управлением самолётом. Необъяснимо. Но самолёт сначала увеличил скорость, потом замедлился и нырнул. Потом скорость снова снизилась, и самолёт потерял подъёмную силу. Он нырнул к земле, зацепив машину, и в конце концов рухнул налётное поле. Здесь явно сыграла роль какая-то сила, а не под контроль на экипажу. Вот тут и были очень тщательно исследованы погодные условия. Следователи предположили сдвиг ветра, внезапное резкое изменение скорости и направления ветра, которое может быть достаточно мощным, чтобы обрушить самолёт. С тех пор, как это явление было определено в 60-х годах, оно стало причиной крушения 26 авиалайнеров и унесло 626 жизней. Всего за три года до этого, из-за сдвига ветра в авиакатастрофе над Нью-Орлеаном, самолёта компании «Пан Американ» погибло 145 человек. Для пилота, в том числе Джона Кокса, крушение стало ключевым моментом в истории авиации. Да я, как и все, понимал, что этот случай должен быть последним. Нужно предпринять нечто большее, чем было сделано в прошлом. Большинство крупнейших аэропортов оборудованы датчиками ветра. В Далласе их было пять, однако они не смогли вовремя зафиксировать перемену ветра. Что ещё удивительнее, за несколько минут до крушения дельты 191 там благополучно приземлился самолёт поменьше. Метеоролог Джон Маккарти из 70-х годов изучает смертоносные формы сдвига ветра, так называемые микропорывы. Самые страшные в микропорыве — скорость, с которой он формируется. Почти во всех случаях самолёт, который пролетает непосредственно перед воздушным судном, потерпевшим крушение, не встречает на пути ничего. Микропорывы — это маленькие, но мощные нисходящие потоки. Они формируются, когда восходящий поток горячего воздуха рассеивает дождь. Воздух становится холодным и плотным, и в форме колонны обрушивается на землю. При ударе во всех направлениях идут мощные порывы ветра. Резкий микропорыв обладает достаточной силой, чтобы обрушить любое воздушное судно. И появляются они с поразительной частотой. Мы проводили исследование в Денвере и зафиксировали 90 микропорывов за 90 дней. Это гораздо больше, чем мы могли себе представить. Выживет ли самолёт после попадания в микропорыв, зависит от высоты полёта и скорости. При взлёте и посадке самолёты более уязвимы. И доказательства этому были на бортовом регистраторе Дельты-191. По мере приближения самолёта к микропорыву, его бил сильный встречный ветер. Потом он попал в воздушную яму и внезапно его толкнуло вниз. Самолёту нужно было снова набрать высоту, но спустя несколько секунд его ударил порыв попутного ветра, который бросил его на землю. Используя данные из бортового регистратора, авиакомпании начали экстренную учебную программу. Стали очевидны два решения. Первое — это уклонение. Если вы знаете, что впереди микропорыв, уклонитесь от него, увидите борт куда-нибудь. Но если избежать столкновения невозможно, выбросить всякие мысли о приземлении, прекратить снижение, сделать круг. Задача в том, чтобы выжать из самолёта максимум возможного и не позволить прижимать его к земле. Чтобы пережить микропорыв, пилот должен знать о его существовании. К концу 80-х усовершенствованная наземная радиолокационная станция могла с большой вероятностью обнаружить микропорыв ветра. Диспетчерская вышка могла предупредить пилотов, хотя и не всегда достаточно быстро. Экипажу самолёта необходимо располагать этой информацией в конкретной ситуации, чтобы иметь возможность принимать взвешенные решения. При предупреждении всего за 10 секунд пилот способен уклониться даже от крупнейших микропорывов. Начали спешные работы по разработке бортовой системы оповещения, которая могла бы дать пилотам драгоценные секунды, означающие разницу между жизнью и смертью. НАСА и Федеральное управление гражданской авиации США объединили усилия. Используя изготовленный на заказ Boeing 737-й, специалисты протестировали модифицированную доплеровскую RLS, установленную в насос самолёта. Руководил программой Roland Bowles. Имея разработки базовых технологий измерения, было решено, что единственный способ провести испытания — летать прямо через микропорывы. Дэйв Хинтон был в тот день на борту. Мы намеренно летали в условиях, когда никому не захотелось бы оказаться пассажиром самолёта. Это совсем не то, что сидеть в салоне 737-го с напитком и закусками. Никто никогда не пробовал сделать ничего подобного. Это было путешествие в неизвестность. Когда двигатели захлебываются, вас вдавливает в сиденье, значит, всё, началось. За два года команда из НАСА пролетела сквозь 75 микропорывов. Радар определяет микропорывы, измеряя движение и скорость дождевых капель в ветре. Новая система оповещения была введена в действие с 1994 года. Сегодня она есть на каждом лайнере. 450 метров, всё. После её внедрения больше ни один самолёт не потерпел крушение по причине микропорывов. Даже пилотажные тренажёры приведены в соответствии с этой системой. Отклониться впереди сдвиг ветра. Отклоняемся. Есть отклониться. Диспетчер Боинг-1. Мы отклоняемся из-за сдвига ветра. И если бы эта работа не была проведена, к этому дню погибли бы ещё тысячи людей. Причина около 75% всех авиакатастроф – человеческий фактор. Но иногда очень трудно определить, кто именно сделал ошибку. 28 апреля 1988 года Бор-243 авиакомпания «Алоха Эрлайнс» поднялся в воздух с большого острова Гавайи для короткого перелёта в Гонолулу. На высоте 7300 метров он достиг крейсерской скорости. Но потом авиадиспетчерская служба «Мауэ» получила сигнал бедствия. Авиадиспетчерская «Мауэ» и борт «Алоха-243». Мы возвращаемся, заходим на посадку. Снижаемся с высоты. Разгерметизация салона. Передаём сигнал бедствия. Нужна помощь. Мы не можем связаться с бортпроводниками. После приземления нам понадобится медицинская помощь для пассажиров. Вас понял. Вам нужна медицинская помощь. Подтверждаю. Вас понял. Сколько пострадавших? Не знаю. Мы не можем связаться с бортпроводниками. Прошу машины скорой помощи уже в пути. Аэропорт острова Мауэ к Ахулу и подготовился к худшему. Но никто не ожидал того, что они увидели через несколько минут. Авиакатастрофы, изменившие историю воздухоплавания. Почти треть Боинга 737 оторвало в полёте. Фотограф-любитель был в аэропорту, когда самолёт приземлился. Недалеко от аэропорта Мауэ на Гавайях, Борт-243, авиакомпания «Алоха-эрлайнс», на высоте 7000 метров только что побывал в аду. Неожиданно пятиметровый кусок фюзеляжа оторвался, открыв пассажиров ветром скоростью 160 км в час. Не могу представить себе, каково было тем, кто сидел у иллюминаторов. Это просто кошмар. Три, четыре, пять, шесть. Всё, что не было привязано, вылетело из самолёта. Все чемоданы, книги, вся ручная кладь. Всё высыпалось, как из мусорного бака. Из 95 человек на борту погиб только один. Бортпроводница Кларабель Лансинг пропала, когда оторвала часть фюзеляжа. Её всосало в печенье, поскольку на краях разломывали найденные частицы кожи и крови. Пилота Роберта Шорнштайнера и второго пилота Мэдалин Томпкинс назвали героями. Они вели скалеченный самолёт над морем, всё могло быть куда хуже. Тем не менее, они смогли посадить машину на землю. Феноменальный пример лётного мастерства. Если честно, никто из тех, кто задействован в авиационной отрасли, не верит, что такое возможно. Расследование вёл Барри Троттер. Нам необходимо было выяснить, почему оторвалась верхняя часть обшивки фюзеляжа. В небе летает множество других 737-х, и мы должны были докопаться до сути. Они начали тщательно исследовать самолёт. Он был построен 19 лет назад и подлежал скорому списанию. Выяснилось, что борт пережил больше 89 тысяч взлётов и посадок, став вторым по интенсивности использования самолётом в мире. Каждый раз кабина лайнера герметизировалась и разгерметизировалась, фюзеляж расширялся и сжимался. Без надлежащего хода могут образовываться трещины, кроме того, металл устает. Следователи полагали, что одной из причин аварии могло быть усталостное разрушение другой — коррозии. Самолёт постоянно летал над солёной водой, а соль, как известно, разъедает металл. Мы обнаружили множество трещин в районе заклёпок. Кроме того, выяснилось, что любую подверженную коррозии олой зашкуривали. После этого место покрывали краской нужного цвета. Национальный комитет по вопросам безопасности транспорта выяснил, что бригады наземного обслуживания, вероятно, боролись с коррозией, но степень растрескивания позволила предположить более серьёзную проблему. В лабораторных условиях выяснили другой фактор — сверительство производственной ошибки, так называемое соединение в наклёст. Соединение в наклёст — это когда один большой фрагмент обшивки фюзеляжа перекрывает другой. Они скрепляются эпоксидной смолой, холстом для перекрытия швов, и вот этими заклёпками. Компания «Боинг» обнаружила низкое качество эпоксидной смолы, использовавшейся в подобных соединениях. И за шесть месяцев до катастрофы Лохи было опубликовано предупреждение. Согласно данным, комитет авиакомпания Лоха не исправила проблему. Соединение отошло во время 243-го рейса. Видно, что эпоксидная смола и холст отслоились от основной обшивки. Когда клеевое соединение отслоилось, нагрузка на заклёпки усилилась, вызвав напряжение окружающего металла, что привело к появлению усталостных трещин. Ситуацию сугубилось из-за конструкции самолёта. Каждая заклёпка крепится в потае, то есть её шляпка находится на одном уровне с внешней обшивкой. Под поверхностью отверстия для заклёпок имели острые края и были подвежены растрескиванию. Часть трещин было видно, другие нет. С каждым полётом трещины увеличивались до тех пор, пока не начали соприкасаться. Трещины увеличивались и соединялись друг с другом. Небольшие трещины длиной в полсантиметра начали стремительно разрастаться, прибавляя по те же полсантиметра, пока не увеличивались до нескольких метров. Борт «Алоха-243» потерпел аварию из-за тысячи разрывов. Это было новое страшное явление, которое получило название «многократного повреждения участка обшивки». В ходе экстренных проверок были выявлены и другие самолёты с этой проблемой. Я помню, журналисты назвали это пощучной авиационной промышленности. Но я бы сказал не так. Я бы назвал это ударом под дых, потому что мы были в курсе многих проблем по отдельности, но никогда не сопоставляли их как единое целое. Федеральное управление гражданской авиации США предписало всем авиакомпаниям усилить инспекционный контроль. Также была запущена программа по определению износа воздушных судов с целью нахождения лучшего способа выявления усталостных трещин. Сложность была в том, чтобы обнаружить изъяны, которые невозможно увидеть, не разобрав самолёт. С целью обнаружения трещин авиакомпании использовали электромагнитное исследование, так называемую дефектоскопию, методом викривых токов. Но дело двигалось медленно, так как проверять нужно было каждую заклёпку по отдельности. Хуже того, метод не всегда мог отличить трещину от конструкции узла. Однако решение уже было в процессе разработки. Аппарат, предназначенный для сборочных конвейерных линий, позволяет выявлять трещины в углеродоволоконных композитных материалах. После аварии Алохи перед инженерами была поставлена задача модифицировать аппарат для обнаружения трещин в металле на эксплуатируемых самолётах. Чтобы найти решение, потребовалось 7 лет исследований и разработок. Это так называемый передвижной автоматизированный сканер, способный обследовать 25 сантиметров обшивки самолёта в минуту с беспрецедентной точностью. При помощи четырёх сканирующих систем прибор может обнаружить усталостные трещины и коррозию дефекта соединений до того, как они станут достаточно большими и начнут представлять угрозу. Принцип действия похож на медицинское рентгеновское или ультразвуковое исследование, когда существует возможность выяснить, что происходит с вашим организмом или самолётом, и причиняя ему никакого вреда. Сканер не только обнаруживает дефекты, но и позволяет их контролировать. Таким образом, мы получаем данные, которые можем хранить для будущего, то есть имеем возможность отслеживать динамику состояния воздушного судна, а не разу обследовать и ремонтировать его. Мы имеем массив исторических данных, которые позволяют нам принимать решения в случае необходимости ремонта. Метод обследования процесса, используемое при этом оборудовании, кардинально изменилось после Алоха. Кардинально. Сканер — один из приборов, применяемых в качестве неразрушающих методов контроля при обследовании самолётов. Всё для того, чтобы авария, которая произошла с бортом Алоха-243, больше никогда не повторилась. 17 июля 1996 года, знойный день в Нью-Йоркском аэропорту JFK. На борту 800-го рейса авиакомпании Transworld Airlines, 212, пассажиров готовятся к перелёту в Париж. Но из-за они, говорит, во багаже одного из пассажиров вылет задерживается. 747-й четыре часа простоял на взлётно-посадочной полосе, после чего, наконец, взлетел в 8 часов 20 минут вечера. Через считанные минуты несколько пилотов передали в авиариспетчерскую службу ужасные новости. Мы только что видели взрыв. Уточните наше место. Мы только что видели взрыв, примерно в 8 или 10 километрах от нас. Мы только что видели взрыв прямо перед нами, примерно на высоте 7300 метров. Боже мой! Трагедию видели вдоль всего побережья Лонг-Аленда. То, что вы видите в воде, останки самолёта авиакомпании Transworld Airlines, летевшего в Париж из аэропорта JFK. Это горячие обломки самолёта. По телевизору показывали ужасные кадры. Весь океан в огне. Я быстро узнал, что это был 747-е, значит, погибших были сотни. Мне вовсе не хотелось туда ехать. Боб Бензин и команда Национального комитета по вопросам безопасности транспорта поспешили на место трагедии. Предположений было множество. Рассказывали о сверкавших молниях, об ударах метеоритов. Кто-то предположил, что причина взрыва использования мобильного телефона на борту. НАБУ необходимо было как можно быстрее исключить все эти домыслы, чтобы успокоить общественность. Все 230 человек, находившихся на борту, погибли. К счастью для следователей, обломки находились на глубине всего 30 метров, поэтому бортовые регистраторы найти было просто. Спустя 7 дней мы их подняли, надеясь, что следствие не затянется. Я находился в гостинице, было часов 8 вечера. Мне позвонили, я думал, что самописы были сильно повреждены, и, возможно, их не сразу удастся опознать. Однако все было не так. Они были практически невредимы, мы были очень рады их видеть. Но бортовые регистраторы зафиксировали нормальный полет до высоты 4000 метров, после чего запись оборвалась. И тогда я понял, что черные ящики нам не сильно помогут, а значит, нам предоставить долгий путь. Потребовалось несколько месяцев кропотливой работы, прежде чем следователи начали раскрывать тайну гибели 800-го рейса. Менившую историю воздухоплавания. Когда 800-й борт авиакомпании Transworld Airlines внезапно взорвался через несколько минут после взлета, из Нью-Йоркского аэропорта JFK следователи надеялись, что бортовые самописцы могут им объяснить причины катастрофы. Но все оказалось иначе. Как оказалось, единственный способ раскрыть тайну — собрать обломки рассеянные на площади нескольких километров морского дна. Неделя за неделей поисковики поднимали обломки самолета. Нам удалось собрать 95% самолета. Это очень неплохой результат. Было очень важно поднять со дна каждый кусочек материала, какой только можно. В ангаре на Лонг-Айленде находился пазл из миллиона деталей. Следователи медленно собирали фюзеляж. При воссоздании трехмерной модели можно определить, где возникла проблема сначала, что произошло секунду спустя, что потом и еще через мгновение привело в конце концов к разрушению самолета. Через четыре месяца тщательной реконструкции стал проявляться характер повреждений. Джим Уайлди, металлурка из Комитета по безопасности. Мы смогли увидеть характер разрушений на всех участках, вот в этом месте, вплоть до переднего лонжерона крови. Мы увидели, что передний элемент топливного бака вытолкнуло к задней стороне переднего лонжерона. Из этого мы сделали вывод, что разрушение самолета началось здесь, в районе топливного бака от центра плана. Следователи вспомнили подобную авиакатастрофу, которая произошла несколько лет назад. Топливный бак взорвался, когда 737-й сел на взлетно-посадочную полосу в Маниле. Но почему? Авиационное топливо менее огнеопасно, чем бензин. Судя по записям, роковые топливные баки обоих самолетов были почти пусты. Но самолеты часто летают с пустыми баками. 747-й вмещает почти 200 тонн топлива, в два раза больше, чем ему нужно для того, чтобы пересечь Атлантический океан. Но пустой бак заполняется воздухом, который содержит кислород. При нагревании любое топливо в баке испаряется. При смешении топливного пара с кислородом взрыв — только вопрос времени. При приземлении самолетов на взлетно-посадочную полосу должно быть что-то разогрело баки. В нижней части центроплана расположены приборы кондиционирования воздуха. Эти устройства производят отбор воздуха из двигателей и подают холодный воздух в салон. Также эти устройства урабатывают большое количество тепла, который попадает в топливный бак центроплана и повышает воспламеняемость смеси топливного пара с воздухом в баке. Следователи провели испытания, чтобы определить, мог ли взрыв топливного бака привести к гибели самолета. Результат катастрофический. Но что могло вызвать взрыв? Я все время приходил к одному и тому же выводу, который никак не удавалось обойти. И я вынужден был снова и снова повторять, что это как-то связано с электричеством. Своим сантиметр за сантиметром обследовал километры электропроводки. Там были трещины в изоляционном материале, где внажался медный провод. Это могло вызвать короткие замыкания. Мы быстро выяснили, что состояние электропроводки в том самолете было плачевным. Последней деталью пазла стали провода, ведущие к топливным датчикам, расположенным внутри топливного бака в центроплане. Они были истерны. Как только медь обнажается, любой проводник может коротнуть и дать дугу между двумя проводами. Это как поместить свечу зажигания в легко воспламеняющуюся среду, которая снова и снова дает искру. Но ежедневно летают тысячи самолетов с пустыми топливными баками. И нужно сделать так, чтобы это было безопасно. Исследователям необходимо было обеспечить взрывобезопасность почти пустых топливных баков. Первый способ — снизить уровень кислорода при помощи системы нейтрального газа. Принцип заключается в замещении кислорода в замкнутом пространстве инертным газом. Но существующие системы нейтрального газа были громоздкими и дорогостоящими. Ученые из технологического центра Федерального авиационного агентства, расположенного в Атлантик-Сити, получили трудное задание. Разработать систему достаточно легкую и дешевую для использования в коммерческой авиации — задача была крайне сложной. Нас попросили сделать нечто такое, чего не было прежде. После четырех лет исследований ГААССАКОС с командой нашли решение. В центре системы нейтрального газа топливного бака располагаются отсеки воздушной сепарации. Каждый из модулей содержит сотни тысяч крошечных полых волокон. Волокна пропускают воздух, отделяя кислород от азота, содержащегося в воздухе. Система работает при подаче сжатого воздуха из двигателя в мембраны из полых волокон. Воздух примерно на 20% состоит из кислорода и на 80% из азота. Молекулы кислорода слишком большие, чтобы пройти сквозь мембраны. Это могут делать только меньшие по размеру инертные молекулы азота. Их проталкивают по мембране и выбрасывают в пустой топливный бак. Воспламенение невозможно. В 2006 году, через 10 лет после трагедии, топливные системы нейтрального газа стали обязательными для всех новых самолетов. Боинг также переоборудовал все 737 и 747. 20 декабря 1995 года Бор-965 авиакомпания American Airlines вылетел из Майами в Кали, Колумбия. Многие из 163 пассажиров летели в отпуск. В 21 час 41 минуту диспетчерская служба аэропорта Кали потеряла связь с самолетом. В аэропорту Кали взволнованные родственники ждали новостей. На следующий день пропавший 757-й был найден в 16 километрах от курса высоко в горах к востоку от Кали. Выжило только 4 человека. Я потерял жену и сына. Это чудо, что я выжил. И даю сейчас это интервью. Следователь Стив Кори прибыл в Колумбию на следующий день. Место трагедии представляло собой довольно крутой склон, весь заросший деревьями. Дождь лил не переставая. Находить тела, останки были очень трудны. Поиски ослаждались неблагоприятными условиями на месте трагедии. Группа Кори обнаружила черный ящик самолета и выяснила, почему борт отклонился от курса. В 9.26 965-й борт авиакомпании American Airlines запросил разрешение на снижение. Возникшее непонимание совет диспетчерам привело к тому, что в систему управления полетом поступили неточные данные. В 9.37 самолет отвернул от Кали по широкой дуге, направляясь на восток к горам. В 9.41 экипаж осознал, что они сбились с курса, но это произошло за считанные секунды до стокновения с горой. Такие авиакатастрофы классифицируются как человеческий фактор при контролируемом полете. Расследование вскоре выявило, что причина не в технической поломке. С тем самолетом все было в порядке, тем не менее он потерпел крушение. Самолет в прекрасном техническом состоянии врезался в землю. Бор 965-й стал самой последней жертвой катастрофы этого типа. В 60-е количество коммерческих рейсов увеличилось, а вместе с ним и число катастроф такого типа. Причиной большинства стала дезориентация пилотов, вынужденных вести самолет в условиях плохой видимости. Систем предупреждения о том, что им грозит катастрофа, не было. Ниже глиссады, ниже глиссады. Электротехник Дон Бэйтман взялся за решение этой проблемы. Он 40 лет работал над тем, чтобы сделать полеты безопаснее, но эта катастрофа затронула его непосредственно. Я всегда лично интересовался этим вопросом, потому что пара моих коллег из Боинга влетели в гору. Бэйтман начал с технологии, разработанной во время Второй мировой войны. Радиолокационный высотомер обеспечивал пилотов жизненно важной информацией об их высоте над уровнем моря. Технология спасла многие экипажи бомбардировщиков, которым приходилось садиться ночью и часто в плохую погоду. В 70-м году Бэйтман изготовил первую в мире систему предупреждения опасного сближения Землёй — GPWS. Система Бэйтмана постоянно измеряет высоту и вводит данные в компьютер. Компьютер оценивает высоту самолёта относительно скорости и вертикальной скорости. Если самолёт снижается слишком быстро, либо если ландшафт местности внезапно меняется, то система подаёт предупредительный сигнал. В 74-м году Федеральное авиационное агентство США сделало применение системы обязательной на всех больших воздушных судах. Результатом стало резкое снижение частоты аварий такого рода. К 95-му году все американские самолёты уже много лет летали системами GPWS. Однако это не спасло Рейс-965. Экипаж получил сигнал от системы предупреждения опасного сближения Землёй, и, если не ошибаюсь, секунд за 15. Они отреагировали на предупреждение должным образом, подняв самолёты вверх, увеличив мощность до максимума и так далее, чтобы попытаться перелететь препятствие. Но этого было недостаточно, предупреждение поступило поздно. И ещё каких-то 30 метров спасли бы их. Столкновение позволило обнаружить пробел в системах GPSWS. Они были направлены только вниз, но не вперёд. И если уровень Земли впереди резко повышался, система не могла предупредить пилота вовремя. Изобретатель системы несколько лет пытался найти решение. Но чтобы читать ландшафт впереди, Дону Бэйтману необходимы были подробные карты мира. Он полагал, что таких карт не существует, однако оказалось, что это не так. Советский Союз сделал карты местности с 1923 года, не прекращая процесс даже во время Второй мировой войны. Данные собирались по всему миру. В конце Холодной войны эти данные вдруг начали продавать. Выяснилось такое, чем я даже никогда и не думал. Я договорился со своей компанией о том, чтобы купить как можно больше. Бэйтман получил не только топографические карты местности, но и технологию, позволявшую точно определять место самолёта. Эта технология стала ещё одним побочным эффектом Холодной войны. В 1983 году самолёт 007 корейских авиалиний сбился с курса в воздушном пространстве Советского Союза. Его сбили. Погибло 269 человек. Этот случай вынудил американского президента Рональда Рейгана рассекретить военные навигационные средства, названные системой глобального позиционирования, или GPS. Наконец Бэйтман получил всё, что ему было нужно. Усовершенствованная система GPWS по-прежнему использует радиолокационные высотомеры для измерения уровня Земли. Бортовые системы GPS при помощи спутников позволяют определить точное местонахождение воздушного судна. При совмещении данных о положении самолёта и ландшафте пилот получает информацию о том, что впереди, и предупреждает, если самолёту грозит опасность. Земля, земля, впереди земля, набрать высоту! Впереди земля, набрать высоту! Вот эта система в действии Эльнадоризоны. На мониторе отображается окружающая местность. Красным цветом обозначена земля, которая находится выше самолёта. В условиях плохой уверенности пилот может не догадываться о том, что летит по курсу столкновения с горой, а монитор его предупреждает. Если пилот игнорирует показания... Впереди земля, набрать высоту! Впереди земля, набрать высоту! Впереди земля, набрать высоту! Впереди земля, набрать высоту! Бейтман усовершенствовал эту систему после катастрофы 965-го. Внезапно, когда произошла трагедия в Калли, появился ещё больше интерес. Потому что вместо 15-секундного предупреждения, оно могло быть дано за минуту. Минута — довольно много для самолёта. Впереди земля, набрать высоту! Впереди земля! Все зарегистрированные самолёты США, рассчитанные на 6 и более пассажиров, обязаны иметь EGPWS. Больше случаев управляемого столкновения землёй самолётов, оснащённых такими приборами навигации, не было. Это замечательная технология, при этом очень эффективная. 95% всех воздушных судов мира пользуются ей. Сейчас исследователи разрабатывают системы EGPWS следующего поколения с чётким 3D-обзором местности, независимо от времени суток и погодных условий. Пилотам даже не нужно будет смотреть в окно. В аэропорту Шарля-де-Голле 25 июля 2000 года «Конкорд», принадлежащий французским авиалиням, готовился вылететь в Нью-Йорк. Самый быстрый пассажирский самолёт в мире был лучше всех. В полёте гордился идеальной историей безопасности. 100 немецких туристов были в отпуске. Но произошла катастрофа. Пассажир в грузовике снял на видео самолёт в момент взлёта. Спустя несколько секунд борт 45-90 рухнул. Следователи пытались понять, почему самолёт вдруг совершенно неожиданно загорелся. Минивший историю воздухоплавания. Когда борт 45-90 французских авиалиний потерпел крушение до и взлёте, 100 пассажиров и 9 членов экипажа на борту «Конкорда» погибли. Также погибли 4 человека на Земле. Все были в состоянии шока, и не могли поверить, что случилось такое ужасное событие. Французские и британские исследователи немедленно приступили к работе по установлению причин трагедии. Самолёт в значительной степени был разрушен огнём, но чёрные ящики, которые удалось обнаружить, позволили разобраться в случившемся. Огонь вспыхнул в момент отрыва самолёта от земли. Экипаж заглушил один двигатель, полагая, что он горит. Но врать шасси не удалось. И когда вспыхнул второй двигатель, экипаж потерял управление. Через 72 секунды после взлёта «Конкорд» рухнул. Огонь положил начало катастрофе. Но что стало причиной воспламенения? Следователям многое удалось выяснить по кадрам последних моментов жизни самолёта. Вы видите, что огонь вырывается с внутренней стороны двигателя, вокруг отсека для шасси. Возможно, двигатель тоже горел. Но определённо это не было возгорания двигателя. Следователи определили в качестве источника сгорания течи с топливного бака, расположенного возле шасси. Однако теперь нужно было понять причину течи. Под среди обломков самолёта было найдено два куска покрышки шасси, каждый весом под 4 килограмма. Это позволяло предположить разрыв. Два больших куска покрышки, которые были найдены на месте катастрофы, идеально подходили друг к другу, как будто их разрезали. Была и вторая улика. Металлический обломок, соответствовавший разрезу на покрышке. Он выпал из другого самолёта, взлетевшего несколькими минутами ранее. Кусок металла, который, как мы полагаем, стал причиной разрыва шины, представлял собой титановую полоску длиной в 30 и шириной в 2,5 сантиметра. Он был изогнут под углом, поэтому, когда самолёт на него наехал, то пробило шину, а не расплющило металл. Но как лопнувшая покрышка могла привести к катастрофе? Следователи нашли третью улику — маленький обломок топливного бака. Благодаря всем трём находкам они смогли воссоздать картину аварии. Когда покрышка лопнула, от неё отлетели большие куски рюкзи. Один из них попал в электропроводку от тормозной системы, другой четырёхкилограммовый кусок резины оторвался отсюда и отлетел в пятый топливный бак, который от удара лопнул. Плынувшая из бака топлива попала в искорящуюся электропроводку, из-за чего возникло возгорание. Вопрос был в том, как сделать так, чтобы подобное никогда не повторялось. Разработчики «Конкорда» проработали план по укреплению топливных баков с использованием «Кевлара», но из самых прочных рукотворных материалов на данный момент. Среди прочего, его применяют в бронежилетах. «Кевлар» в пять раз прочнее стали. Внутреннюю часть бака укрепили покрытием из «Кевлара». В случае пробоя топливного бака прокладки из «Кевлара» затянули бы брешь, уменьшив протечку топлива на 95%. Вторая часть решения — разработка более прочных шин. На воздушных судах используются необычные покрышки. Они должны быть способны выдерживать 185 тонн на скорости свыше 400 км в час. На таких скоростях покрышки «Конкорда» растягиваются, как резиновая лента. И в случае разрыва куски разлетаются с большой скоростью. Поставленная задача была очень обширной, потому что производители шин сначала сказали, что вряд ли смогут изготовить шину нового типа, более безопасно. Но скоро один из производителей шин предложил решение революционный дизайн, названный нулевой растяжкой. Внутренняя часть такой шины имеет более упругий радиальный план. Также он укреплен пятью полосами, структура которых является производственной тайной. Шина не растягивается при высоких скоростях, что делает ее менее подверженной разрывом. Разрезать натянутую эластичную ленту очень просто. Разрезать эластичную ленту в ослабленном состоянии значительно сложнее. Примерно такой же эффект был достигнут в этих шинах нового типа. Шины тоже были укреплены слоем на основе кевлара. Проведенные испытания показали, насколько они прочны. По шине, вращающейся со скоростью 27 оборотов в секунду, провели лезвием. Но шина не просто выдержала разрез, но и не фрагментировалась. Мы были очень довольны результатами. В тот момент это стало отличным сюрпризом, почти рождественским подарком. 6 ноября 2001 года Кенкорд возобновил работу. Самолеты больше не летают. Зато летают шины, ставшие стандартом для всей отрасли. Прошли десятилетия разработок, призванных обезопасить пассажиров от ветра, огня, усталости металла и разрыва покрышек. И по мере того, как воздушные сообщения сокращаются, мировое ученое сообщество продолжает развивать новые технологии, чтобы все мы были в небесах, в безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...